Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере рассмотра Rage, всё как всегда. И сегодня мы вместе с тобой поговорим и обсудим тему с доставкой фур и угоном транспорта для кланов. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере есть свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Сдавай на права и работай на свою мечту. Собственно, да, это новая серия посмотра Rage. Не так много прошло время от прошлой. И сегодня мы поговорим об угоне транспорта, как у меня на это дико бомбит. Если кто-то смотрит из администрации мой ролик, просто сделайте что-то с этим. Потому что это, ну реально, это капец. Это полный капец. Также хотел сказать, если вы ещё не подписаны на этот канал, то подписывайтесь. Красная кнопка внизу, делайте её обязательно серой. Ведь наша цель 3,5 тысячи подписчиков к Новому году. Всё, я не буду вообще затягивать. Начинаем. Знаешь что, в последнем обновлении посмотра Rage они добавили клановые системы по типу угона фуры и угона транспорта. Как мне говорили, 3 раза в день в рандомное время, в рандомном месте в городе Лос-Антос может появиться фура, либо транспорт, который нужно угнать. Если что, на карте там светится либо красный грузовик, либо красная тачка, когда этот имент происходит. Он виден всем. Этот транспорт может угнать только человек из клана и доставить только человек из клана. Но много игроков не поняли этого, начали за этим ездить. Ведь кто не хочет просто халявных денег заработать? Я всех, конечно же, прекрасно понимаю. Но это реально бесит. И теперь поговорим о первой бомбящей штуке, что меня бесит реально с этим обновлением. После того, как они добавили фуры, они начали багаться. Вот реально, они начали багаться. Типа на карте светится тачка, либо фура, что нужно угнать. Ты проезжаешь, а их там нет. Если вы можете сказать, что это бред, то посмотрите пару видосов. Я специально это заснял. Надо было мне только закончить серию по Тесле. И у нас на карте появилась вот эта метка. Давай, 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 давай. Варпат, что, я тебя даром хвалил или что? Это спиздили уже или не спиздили? А, ее нет? Что, опять нету? Опять баганы. Да е-мое. Опять два фейка. И здесь ничего нет. По тачке. И на фуре, походу. И здесь ничего нет. Да. Ну и, конечно же, здесь опять ничего нет. Никакой тачки, ни фига. Можно уже миллиарды примеров просто сюда вставить. Ну, я думаю, вы поняли, что это такое. И как мне рассказали подписчики, что есть одна тачка, которая 100% появляется каждый день. Это после рестарта, то есть в 4 часа утра по МСК. И мы, конечно же, поехали на нее. Ну и вкратце вам расскажу. Я приехал туда, там было куча игроков без клана, которые таранили друг друга. Также было пару человек из клана, которых дэмили вообще всех без разбору. Либо просто игрок проезжал сбоку, либо он приехал сюда целенапрямленно. Короче, дэмили всех, это полный ждец был. Они что там 30 минут парились, парились, парились. Так я не знаю, чем это закончилось. Потому что я пошел спать. А сейчас я вам покажу, как я случайно просто наткнулся на фуру. Ну, врезаемся. Так, получается, пацан сдох. Фура вот так, все толкаются, это пипец. Больше игроков без клана, чем с кланом. Это меня вообще калит прям конкретно. Убираем гели, короче. Как-то подойти. Аккуратно, 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 аккуратно. Давай, 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 садись. Все, зашибись. В первый раз все за фуру. Да, и смотрим, что же это будет. Сразу вырубается мой этот пассив. Я сразу стою, как бы, без пассива. Вот это объяснят, конечно. Ну, все, начинаем двигаться. Фура медленная, а что, пиздец? Не, пацаны, это капец. Ну, офигенно, да, приехали? Типа... Он от слова вообще не едет. Плюс пацаны мешают. Это капец. А как, а как на нем вообще ехать, алло? Типа, если ты мешаешься, я пассивку надо угрыбать. Алло. Не, я знаю, мне вообще говорят. Пацаны без клана, вам же вообще зачем здесь быть? Давай. Разворот. Оп, полицейский. Погнали, блядь. Вот, я обращаю их к пацанам, которые без клана. Нахер вы сюда приехали? Если вы ни хер не можете сделать. Вот, типа, вот этого додика. Типа, бабок все бесплатных захотели или что? Оп, 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 оп. Полетел, 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 полетел. Давай, 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 блядь, давай. Вот, нахера. Да, спасибо, я бы ролик заснял. Был бы вам благодарен. Вот хотя бы есть адекватные челы. Вот так. Да, прямо. Да не мешай тебе черный, пошла, не мешай, не мешай. Да я вообще не понимаю. А что за это? Я не могу, ну. Не пострекатель, но после того, как меня убили, мне нарисовалась метка, типа, что будет, если я туда приеду просто, как бы, на гелике, без фуры. Мне что-то дадут. Ну, по идее, если все хорошо, мне нихера не дадут. Мне просто пошлют отсюда. Но, я же умер, у меня тачка на карте не появилась. Но метка осталась, поэтому поехать проверить надо. Ага, сюда нужно приехать, окей. А если мы так заедем? Нихера, да? Да, это Unreal вообще. Короче, бинтов нужно брать. Нужно брать раптора с каменными этими чипами. Иначе вообще Unreal. Вот реально. Вот как ее довести? Это на полчаса. Ну, если они же продумывали, типа, для кланов, окей, чтобы объяснили, что обычным игрокам это никак не сделать. Хотя еще стрельбы не хватало. Это во-первых. Во-вторых, блядь, это же мешает другим игрокам, которые не хотят ее украсть. Например, вот этот Николай, дальнобойщик. Он хочет просто поработать. Не, блядь. Туда она. Чизас. И все. И жопа ему. Теперь он оттуда хер выберется. Его будут толкать, толкать это на час, мне кажется, даже больше. Кому надоест, уедет просто. И тогда он останется. Либо все убьют. Свои приедут. Убьют всех. И тогда везут. Иначе вообще Unreal. Давайте сделаем маленькие заключения по фуре. То, что она не едет, нихера. Не рулится, нифига. Тебе мешают буквально все. И все, кто с кланом. И те, кто без клана. С этими каменными чипами. Что ты их фиг сдвинешь с дороги. Фура не едет, не рулится. А у тех пацанов, которые догоняют, есть и чипы, и рулежка, и вес. Уже что-то, да? Нет. Не равноценно, не равноправно. А теперь самое интересное. Что же ты можешь получить за доставку фуры? За доставку фуры ты можешь получить все, что есть в наземном подводном транспорте. То есть металл, патроны, автоматы, отмычки. Иногда даже золото, но это редко. Вот. Всякие наживки, ненаживки. Вот такую вот всякую херню. С которой ты получишь 150-200 тысяч. Мне просто интересно, стоят ли твои нервы 150-200 тысяч. Когда этих 150-200 тысяч можно заработать буквально там за полчаса, за час на какой-то работе. Спокойно себе. Я думаю, не стоит. И вторая часть серии. Мы поговорим про угон транспорта. Сразу хотел сказать, что я его так и ни разу и не видел. Видел только один раз на скриншоте и то сокла на своего. Вот. Об этом мы немножко попозже поговорим. Знаешь что? Угон это такая же дичь, как и фуры. Тоже тачки есть. Только это не фура, это тачка, которая по факту немного быстрее от фуры. Ну как немного? Быстрее от фуры. Вот. Тебе нужно ее отвезти. Отвезти нужно в палетобай, как и фуры наверх карты. Вот. И тебе за тачку могут отсыпать от 250 тысяч до 350 тысяч. Ну ладно, даже иногда 400 могут дать. Эта плата не фиксированная, а тупо рандомная. Тебе может повезти, а может нет. Если фуры это головня, то тачка всего лишь тебе нужна отмычка. И нужно хорошо ездить. И успеть доставить. И ты заработаешь намного больше, чем на фуре. И нервов почти, можно сказать, не потратишь. К сожалению, не могу найти этот скриншот, который он скидывал. Но, когда вы угоняете тачку, спамится общая рандомная тачка из автопарка. И даже из того, которая еще не добавлена на сервер. То есть, пацан угонял C63 новую. Сейчас вылетит скриншот. Вот такую он угонял. И скорее всего, в следующем обновлении по смотру рейдж, она будет добавлена на сервер. Поэтому, давайте подведем итоги по этому обновлению для кланов. Что же они все-таки добавили? Они добавили фуры, добавили угон транспорта. Чтобы угнать фуру, тебе просто нужно потратить 10 километров своих нервов, чтобы ее довести. Чтобы угнать транспорт, тебе всего лишь нужно 5 километров нервов и отмычка. Если серьезно, пацаны, то это вообще не стоит ваших нервов. Потому что игроки, которые не в клане вам мешают, они не понимают, что ничего не могут сделать. И ни сам, ни гам, ни второму не дам. Это как бы дают тебе вообще дичь, если за фуру вообще вам не советуют дойти. Если за транспорт еще можно довести, получить от 250 до 4000 рублей, как бы, это еще нормально. А на быстрее лучше рулится. Ну, короче, на тачку можно еще идти, а на фуру, то допобачено сразу. Только что посмотрел на ютубе, что нет ни одного ролика про угон транспорта, в котором бы рассказали от А до Я. Как его найти, как его угнать, куда ехать, что тебе дают, как это все происходит. Поэтому, если вы поддержите этот ролик очень большим активом, я постараюсь все-таки позадротить на этом сервере. Хотя у меня сейчас времени нет, потому что сессия как бы зимняя, всем студентам привет. Давайте, если этот ролик наберет 80 лайков, то в ближайшие дни я постараюсь все-таки найти эту гребаную тачку, угнать. Тем более, отмычки я уже купил. И заснять видеоролик. Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить этот ролик. Наша цель 3,5 тысячи подписчиков к Новому году. С красной кнопки делай сервер. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Напиши в комментариях, как тебе этот ролик. Угонял ли ты фуру или тачку? Если тачку, то какую? Сколько тебе дали? Будет очень интересно почитать. Нажми на лайк, помоги продвинуть этот ролик в топ. Расскажи друзьям, чтобы они знали об этой системе. Ну, с тобой был Иван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.